Здравствуйте господа подписчики и привет всем кто смотрит мои видео. В этом видео мы постараемся ответить на вопрос о сроках службы антифриза, когда нужно ее заменить и как проверить. Знание таких вопросов крайне важно для тех у кого есть более или менее современные машины и стараются как дольше сохранить, продлить работу ее двигателя, чтоб не нарваться на дорогостоящий ремонт. А для таких старых машин хоть в двигателе ослиную мочу заливай, завтра или послезавтра все равно придется выбросить ее на металлолом. Знание это сила. Знаешь значит вооружен. И еще в конце видео вы узнаете почему кончики профессионали двигателя используют не антифриз, а дистиллированную воду. Искал в интернете по поводу этих вопросов ответы и можно сказать, что иногда можно наткнуться на полную неразбериху или какому-то несоответствия. Вот например реальный срок службы охлаждающей жидкости определяет производитель транспортного средства, а не антифриза. Именно рекомендации автопроизводителя следует рассматривать как руководство к действию в первую очередь и только затем подписи на канистрах с антифризом. Так компания Volkswagen и General Motors определяют вот этот антифриз не требующий замены в течение всего срока службы агрегата. Другие производители рекомендуют периодически обновлять этот же продукт. Например Ford рекомендует примерно каждые 10 лет заменить этот антифриз. Mercedes-Benz раз в 5 лет. Автоваз через 75 тысяч километров пробега. Концерны BMW и Mitsubishi предписывают замену охлаждающих жидкостей, которые они одобряют каждые 4 года. Таймлер раз в 15 лет. Mazda и Renault утверждают, что некоторым их моделям замена антифриза не требуется в течение всего срока эксплуатации. Если верить таким источникам, сами автопроизводители не могут дать нормальный ответ на вопрос, когда лучше заменить антифриз в двигателе. Но мы постараемся разобраться в этом вопросе. Общая рекомендация по замене охлаждающей жидкости гласит, что менять ее необходимо по крайней мере раз в 2 года или каждые 40-50 тысяч километров пробега. Но иногда износ антифриза наступает и раньше. Жидкость вырабатывает ресурс и уже не выполняет свои функции в системе охлаждения и может стать причиной неполадок в ее работе. По статистике, 40% капитального ремонта производится именно по причине плохого качества антифриза или из-за неисправности в системе охлаждения двигателя. Как утверждают некоторые специалисты, одно из простых методов проверки антифриза на замену – это проверка с помощью мультиметра. Вот я, например, знаю, что все-таки у меня антифриз под замену. И все равно ее проверим. Заливали ее 2 года назад. Пила у меня течь из-за неисправности крышки расширительного бачка. И несколько дней назад устранил течь. Об этом в следующем видео. Так вот берем обыкновенный мультиметр. Выставляем на нее вот такие значения и красную шуб отпускаем в бачке, чтоб оно было погружено в антифризе. Другую шуб нужно приложить на любую металлическую поверхность машины или двигателя. То есть берем массу и наблюдаем на показания мультиметра. Если оно выше на 0,04 В, это говорит о том, что специальные присадки в антифризе исчерпаны. Не хватает и она не может противостоять лжавчинам двигателя. Значит, нужно ее заменить. Антифриз можно еще проверить на морозоустойчивость. Смотря в вашем регионе какие морозы, зимой антифриз нужно будет заливать или вообще заменить. Вот я купил такой антифриз 3 литра европейского производства. Скоро буду менять, так как недавно я устранил течь двигателя. И пока не тороплюсь, потому что необходимо еще проверить качество устранения течи. На этикетке антифриза указано, в каких температурных условиях рекомендуется ее использовать и как можно разбавлять. У нас не такие сильные морозы и антифриз можно разбавлять. Купил также дистиллированную воду в аптеке. Как вы знаете, из моих предыдущих видео, обыкновенная вода для разбавки или для заливки в системе не рекомендуется. Теперь проверю на качество антифриз. Если в нем этиленгликоля или пропиленгликол, тогда все нормально. А если в нем присутствуют какие-то кислоты, тогда лучше не заливать такой антифриз в систему. Так что для простой проверки берем стакан. Заливаем в нем минимальное количество антифриза. Потом всыпаем обыкновенную пищевую соду и наблюдаем. Если сода начнет щипеть и выделять пузырьки, значит в состав антифриза присутствует кислота, чтобы удешевить ее. А если сода не щипит, не вступает в реакцию с антифризом, значит на такую антифриз можно довериться. Ну и как я обещал, ответ на вопрос, почему гонщики профессиональных двигателей используют не антифриз, а дистиллированную воду. По регламентам практически всех шоссейных кольцевых мероприятий запрещено использование антифризов в системах охлаждения. Так как при аварии антифриз создает большое скользкое пятно и с трудом удаляется с асфальта. Вода же просто испаряется и все. В системе охлаждения заливается только чистая дистиллированная вода, которая меняется с каждой гонкой. Ну и в конце видео, если оно было вам чем-то полезным, просто ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и комментируйте. Пишите о вашем опыте и спрашивайте. Спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok